торнадо фейков от российской пропаганды начиная от мы на украину нападать не будем россия проводит миролюбивую внешнюю политику до угроз уничтожить не только украину но и объявить войну нато самолеты у вас откуда взлетают из румынии значит наш легитимная военная цель вот этот аэродром а вот эти вот из польши наши легитимные военные цели вот этот аэродром да что у симонян в голове только одному винни-пуху известно как сегодня из-за колоссальных потерь россиян на войне с украиной меняется риторика пропаганды и почему кремль проигрывает медиа пространстве об этом в новом выпуске программы давайте проверим я олег борисов поехали зеленский ненастоящий у зеленского двойник зеленский не был в бахмуте ему задник дорисовали уверен эти сказки от кремлевской пропаганды вы уже слышали так называемый блогер тимофей в назвал телохранителя президента зеленского его двойником а ха ха господи я даже не поверил сначала даже полез проверять на официальный youtube канал украинского правительства двойник катается зеленским постоянно а иногда и вместо него насколько же нужно быть глупым чтобы банально не погуглить что это за человек вечно стоящий за спиной зеленского кстати он же был рядом с зеленским во время предвыборной кампании но это все и к чему а вы уже догадались почему вдруг резко российские пропагандисты так сбунтовались по случайному совпадению фейк а якобы двойники зеленского появился после того как 22 февраля в лужниках выступил путин ну очень не похожий на того путина который был на пресс-конференции днем ранее совпадение не думаю думаю несовпадение ведь мы то точно знаем что у путина двойники есть о кстати могу подкинуть идеи для пропагандистов обратите внимание на мэра киева и премьер-министра украины говорят у них кто же двойники движемся далее что там по тяжелым наркотикам перед вами тяжелейшая форма заболевания пропагандой это борис корчевников и у меня подозрение что он сам не верит в тот бред который озвучил люди на украине которые сегодня живут среди ну так это в апокалипсисе сказано ты живешь там где престол сатаны где живут после такой лютой пропаганды как много тех кто не стал отвергнут этой пропаганде они скажут спасибо вам не знаем правду мы вас очень ждали борис корчевников уже настолько икнулся что называет добром убийство украинцев и уничтожение городов боря специально для тебя и тех кто тебе верит показываем кадры бахмута до прихода россиян это 2017 год люди живут гуляют веселятся а вот так выглядит город после прихода россиян пришли и освободили от жизни домов и цивилизации и самое страшное что российских пропагандистов убийство мирных украинцев не останавливает они продолжают как зомби упорно твердить одно и то же спецоперация по плану освобождение территории и принуждение к миру оружием так в одном из очередных выпусков 60 минут высказалась ольга скобеева мы добьемся выполнения цели и задач если хотите за столом переговоров можем мирным путем об этом договориться все что написано в конституции нашей страны там уже написано хотите соглашайтесь на это миром не хотите будем оружием принуждать вас к исполнению нашей российской конституции конечно важное обстоятельство еще одна пропагандистка недалеко ушла маргарита симоньян напрямую начало угрожать альянсу нато самолеты у вас откуда взлетают из румынии значит наш легитимная военная цель вот этот аэродром а вот эти вот из польши наши легитимные военные цели вот этот аэродром а эта страна нато такое почитайте ядерную доктрину свою нашу начну с война с нато и именно этими словами симоньян скобеева им подобные в очередной раз приобрели себе билет на скамью подсудимых за разжигание ненависти и призывы к убийству мирных граждан ну а мы свою очередь это все записываем на этом все с вас лайк и подписка с меня новый выпуск программы давайте проверим пока